Слово, всего пять букв и два слога. Но только представьте, какая палитра чувств может быть передана с помощью слов. И как важно ребятам с нарушениями речи все-таки найти общий язык с этим большим и загадочным окружающим миром. Слова, слова, слова. Их так много, что порой мы не задумываемся и именно резким словом раним сердца наших близких. Словом объявляют войну и заключают мир, делают предложения руки и сердца. Словами из века в век сильные миры сего творят историю. В русском языке больше полумиллиона слов. Каждый день легко и просто. На автомате мы произносим порядка 30 тысяч реплик. А вот для этих ребят каждое слово рождается в усиленной работе над собой. Внятное и понятное слово у мальчишек и девчонок на вес золота. С самого раннего детства они работают с логопедами. Завидев нашу камеру, детсадовцы поспешили воспользоваться случаем и извиниться перед своими родными с экрана телевизора. Ведь эти ребята точно знают, доброе слово лечит лучше любого лекарства. Я хочу извиниться с братчиком за то, что я хотел с ним поиграть, но не получилось. Я хочу извиниться перед папой, потому что очень долго работает. И папа мне каждый день говорит не мешать ему. Хотел извиниться перед белой, белой моей черепашкой, из-за того, что ее нельзя было взять сюда. Я бы хотела извиниться перед своей сестрой Настей, потому что мы с ней всегда ссоемся, и я у ней всегда что-то беру без спроса. Воспитанники логопедических групп собрались здесь не случайно. Уже второй год подряд детский сад номер 75 успешно проводит общегородскую интеллектуальную игру для речевичков «Пойми меня». В логопедические группы попадают дети с тяжелыми нарушениями речи и задачу специалистов – подтянуть подготовишек, чтобы в школу пошли первоклассные мальчишки и девчонки. Сегодня малыши отгадывали загадки, задавали наводящие вопросы, проявляли недюжую смекалку и, конечно же, играли. В финал городских состязаний вышли лучшие команды. На подготовку баттла организаторы потратили десятки бессонных ночей, чтобы сегодня незаметно, играя, ребята научились говорить лучше, чем делали это еще вчера. Я так думаю, что речь – это вообще основа всего, всей нашей жизни. Без речи очень тяжело. Человеку будет жить, общаться, развиваться, что-то познавать, свои знания транслировать, свои мысли выражать. И поэтому без этого никак. Впервые в истории этой общегородской игры «Пойми меня» одинаковое количество баллов набрали сразу две команды – «Лучики» из 67-го детского сада и «Веснушки», представляющие детский сад номер 11. Второе место за «Говорунишками», также из детского сада номер 11. И почетное третье место заняли «Солнышки», детский сад номер 89. Елена Суханова, Дмитрий Воронушкин, Новости на ТНТ.